здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал история катастрофы которая потрясла мир значит хочу зачитать вам интересный комментарий который пришел мне от моего подписчика но чтобы значит как бы больше веры у вас было в то что он мне написал я рекомендую вам посмотреть открытие сочинской олимпиады ребята значит я видел есть у кунгурова такой ролик вы увидите что там в открытии сочинской олимпиады показан этот самый взрыв показаны мужики которые сидят за столом и кропают новую историю ну давайте значит перейдем к прочтению очень интересной вот этой истории вот значит этот комментарий комментарий александр веремский спасибо тебе большое о потопе 19 века я значит маленько с ним не согласен у меня все таки мое мнение что это произошло в 1793 году ну да ладно а потопе 19 века что могло спровоцировать потоп 1841 1843 цунами не переносит грунт грунт метеорит метеорит не похоже кроме иллоустонского вулкана ничто учитывая то что радиоуглеродный способ это полная чушь после взрыва в атмосферу в ближний космос выбросила сотни миллиардов тонн породы вулканического пепла взрыв вулкана спровоцировал целую серию взрывов вулканов по всему огненному кольцу так как все они приходятся на одно время потом все начало оседать в виде грязевых дождей и камнепадов в течение трех лет смотри отчет русского географического общества за 1841 43 годы там камнепад назвали градобоем вот откуда порушенные города замыты замытые здания огромные валуны иногда размером с автомобиль количество камений порождает и все они падали на широте иллоустонского вулкана южной области россии и белоруссии засыпаны только песком и глиной но это не материковая глина все камни имеют оплавленную поверхность округлой формы падая из ближнего космоса и стратосферы они сильно раскалялись и начинали рассыпаться образа образуя тучи пыли отсюда и песок кварцевый в огромных количествах на кладбищах нет захоронения раньше чем 1850 года они попросту замыты результате этого после смывания смывания ила и песка с гор и возвышенности в низины были замыты все внутренние моря на континентах были замыты фабрики заводы уничтожены леса и города поэтому и нет лесов старше этого срока валуны размером с автомобиль а то и больше падая из стратосферы и ближнего космоса развивая огромные скорости и раскаляясь врезались землю взрывались образу образовывали огромные кратеры поэтому и появилась появились округлые озера поэтому такое огромное количество камней на поверхности даже болот и в торфе на разных уровнях при рытье колодцев на разных глубинах находятся слои торфа и плодородного слоя есть еще много фактов из расходового запаса продовольствия ввиду всех событий для выживания рода люди решили принести себя в жертву более старшие по возрасту люди добровольно отдали свои тела на съедение чтобы выжить что чтобы выжить и дети чтобы у человечества было будущее поэтому в храмах и лежат кости это дань уважения к людям пожертвующим своим жизнью ради потомков потомков и никакое не людоедство земля вращается в сторону востока поэтому первый самый разрушительный удар от извержения вулканов приняла на себя сибирь на мой взгляд могло не обойтись без вмешательства неких сил спровоцировавших эти события искусственно я догадываюсь кто за этим стоит но до конца не прокачал на этот период приходится извержение целого ряда целого ряда вулканов по всему миру смотрим огромный весь песок и глина из них была смыта в океан уровень поднялся на многие десятки а то и сотни метров под воду ушло много городов и островов было замыто русское море которое простиралась на территории по всему не черноземью белорусскому полесью каспийская аральские моря были одним целым тоже забыла стекая с гор и возвышенности потоки грязи в некоторых местах как в пойме припяти намыло до 400 метров в черном море в проливах босфор и дарданеллы слой ила достигает достигает 80 90 метров россия уступила японии и китаю много своих земель так как им просто негде было жить весь срединный китай был затоплен есть еще много фактов воспользоваться ситуацией англия с союзниками напала на крым из расходов скудные ресурсы россия подписала кабальный договор в 1861 году значит ребята вот в это она в открытии сочинской олимпиаде как раз и показывается там как заходят под английским флагом войска так затем они разграбили беззащитный китай и японию индию добили америку захватили кубу покорили африку на всем стоит ватикан но насчет дат большое сомнение как и откуда после затопления якобы деревянного флота в севастополе через 45 лет в 1905 году россия имела столько кораблей откуда до потопа в россии было две столицы москва и тобольск так как в отчете русского географического общества от 1843 годов есть информация что царь есть информация что царь да что ты пропустил если что царь находился в тобольске и оттуда рассылал указы тобольск был столицей сибирского царства и только после потопа и гибели огромного количества населения была захвачена москвой после этих событий и произошло изменение климата до того как моря на территории россии простиралась а бел от белостока до казахстана было занесено песком она регулировала температуру нагреваясь днем и медленно остывая ночью климат был абсолютно другим температура воздуха на протяжении суток почти не колебалась в связи с тем что внутренние моря на всех континентах были засыпаны песком и замытый вода была вытеснена в океан произошел подъем уровня мирового океана изменились и морские течения на на картах морских шкиперов до 1841 года южная америка соединялась с антартидой и там не было ни одного пролива и только в семидесятых годах 19 века связи с поднятием уровня мирового океана и затопление перешейка между проход за то что моря бы за то что моря были говорит и тот факт что в Монголии а возможно и дальше на разной глубине залегают пласты соли и калия пустыни средней азии солончаковые мертвое море остаток персидского моря в 50 60-х годах 19 века в европе америка америки организовывали отряды землекопов из сотен тысяч людей для раскопка для раскопок засыпанных городов и заводов вот такая вот интересная ребята информация пришла мне в комментарии а теперь рекомендую вам посмотреть открытие сочинской олимпиады этот ролик вы можете найти на канале у алексея кунгурова спасибо за внимание ребята подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания